И всем привет, ребят, с вами Старваник, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен разговорной тематике, и сегодня мы вместе с вами пройдемся по новому челленджу, который уже сегодня у нас появился в игре. Посмотрим, что же нам преподнесли в этом челлендже. Я выскажу свою точку зрения по поводу тех предметов, которые в нем есть. Ну и плюс вы в комментариях напишите, что вы думаете по поводу этого челленджа. Ну и, наверное, скажу, стоит ли с моей точки зрения покупать этот боевой пропуск, дабы получить все те предметы, которые есть у нас в золотой цепочке. Начнем с того, что анонса челленджа полноценного не было, так как у нас сайт игры, можно сказать, работал нестабильно, а именно форум и википедия игры. Поэтому информации никакой не было, хотя поздно вечером, когда я запускал стрим, кто-то уже знал, какие предметы будут. Не знаю, откуда они это знали, откуда они, может, кто-то там банговал, может, кто-то где-то что-то пробил, но у меня лично никакой информации по этому поводу не было. Поэтому для меня лично этот челлендж не был известен. По предметам сразу я зашел на основной аккаунт, также заходил на бездоната. На бездонате у меня, к слову, ничего практически нету, и это очень сильно меня радует, потому что там танкоинов много, и я челлендж 100% на нем буду покупать. Ну а на основе, на 11 уровне у нас краска вектор, плюс рикошет с светом выстрела дымчатый, тут, как говорится, у меня есть. Дальше викинг с иммунитетом от Эмми и защитой от поджога. Для бездоната аккаунта я считаю, что викинг с Эмми это очень хорошее устройство, хоть у меня там и викинга нету, но на дистанции я думаю, что это пригодится, и я думаю, что лишним викинг Эмми точно не будет, поэтому здесь уже неплохой такой плюсик ставим. Дальше у нас краски, красная метка и поражающий фактор. Эти краски у меня также на основном аккаунте есть, на бездонате у меня их нету. Ну и устройство на 41 уровне, устройство на рикошет за кристаллы Берсерк и устройство на рикошет Магнетрончик, то есть устройство, которое с критических выстрелов наносит Эмми статус эффект. Ну и сейчас чуть позже скажу по поводу него, ну и на 50 уровне у нас скин Гауса Ультра, то есть в очередной раз у нас второй челлендж подряд, то есть я так понимаю, что наверное сейчас в челленджах устройства, или не устройства, а скины идут по месяцам, и то есть если у нас в первом челлендже есть ультра или там прайм скин, то второй точно будет либо ультра, либо прайм, то есть не будет такого, что у нас если первый там скин какой-то ультра, то второй будет у нас например там Легаси, да, то есть теперь у нас есть какая-то определенная цепочка со скинами, ну и для меня лично ультра скины это шляпа полная, ну и вообще в принципе, да, я как бы никогда не акцентирую свое внимание на скинах, но ультра, праймы это вообще полный бред, на который я никогда не обращаю внимания, ну и плюс ко всему прочему у меня еще и это устройство есть, вернее не устройство, а скин, да, поэтому здесь вообще просто забейте и ничего хорошего нет. Ну а что касаемо магнетрона, этого устройства у меня нету, оно падало в ультра контейнерах с красного свечения, в этих ультра контейнерах на сегодняшний день их, этого устройства нету, можем даже посмотреть, да, его нету, есть у нас только рикошет с гелиусом, на прошлой неделе в ультра контакт мне кажется был этот рикошет, но так в целом я думаю, что этот рикошет не является какой-то супер эмбой, если сравнить, например, этот рикошет с рикошетом, который у меня есть, а именно рикошет с пульсарчиком, да, то есть который наносит все статус эффекты сразу, он точно будет жестче, он точно будет интересней, и рикошет с эмми, ну, наверное, это такая тема, ну, которая не будет актуальной, да, то есть она не будет актуальной, то есть если у вас есть сейчас выбор, да, покупать этот челлендж, либо задуматься в будущем купить следующий челлендж, потому что у вас нет большого количества танкоинов, то я бы на вашем месте 100% этот челлендж не покупал, потому что ничего интересного и удивительного в этом устройстве я для себя лично не вижу, даже если бы у меня не было бы рикошета с пульсаром, и у меня бы не было большого количества кристаллов, ой, не кристаллов, а танкоинов, то я бы все равно бы не акцентировал на него внимание. Я считаю, что рикошет, который наносит критом эмми статус эффект на протяжении маленького промежутка времени, это не актуальная вещь на сегодняшний день, да, то есть на сегодняшний день, как по мне, даже пробитие уже стало жестче, чем эмми статус эффекты, все из-за того, что все статус эффекты эмми очень сильно занерфили, да, то есть их время работы, а именно отключение расходки, практически на каждом устройстве стало супермало работать, да, то есть там 1 секунда, 2 секунды, из того, что было, например, там раньше, там 3-5, да, и это было намного актуальнее и намного жестче. Сейчас же, как по мне, такого прям интереса и актуальности в этих эмми эффектах нету, но тем более, когда у нас уже появляются пульсары, а на реке пульсар у меня уже есть там на протяжении 3-х, наверное, месяцев, и я все равно даже на нем не играю, да, то есть рикошет, который критом наносит все статус эффекты, сразу я на нем не играю, потому что я считаю, что его, ну, что он не супер метовый, да, то есть если сравнить магнетрона с гелиусом, то гелиус в разыгрыше, и гелиус можно будет получить просто с танкофонда, если вы за тысячу танкоинов купили себе одну спицуху, да, то есть если вот у вас есть сейчас танкоин, и вы до сих пор не купили танкофон, лучше возьмите, купите себе танкофон, вы получите с него, ну, я надеюсь, что мы дойдем до 10 миллионов, или до 9 там, или сколько, ну, не помню, короче, дойдем до этого числа, и вы заберете рикошет с гелиусом, это будет намного актуальнее и намного интереснее, ну, и плюс нужно понимать, что от рикошета сейчас матчмейкинги тоже начали брать намного больше резистов, соответственно, актуальность еще слабее этих устройств, которые связаны с пушкой рикошет. Такое вот мнение я на сегодняшний день имею, напишите, было бы вам интересно увидеть обзор на это устройство тогда, когда я до него дойду, если да, то можем даже какие-нибудь символические 150 лайков набрать на этом видеоролике, также просто поддерживайте видос лайком, если вам нравятся разговорные видеоролики, также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике, мой личный тег это Tag Team P, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше, вся информация по этому поводу есть в описании к нашему видеоролику. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!